SCP-528 Voodoo пластилин. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. В свободное от эксперимента время все объекты под номером SCP-528 следует хранить в их упаковках. В случае повреждений или утрат упаковки может быть выдано новое, без маркировки. Все упаковки следует хранить в сейфовой ячейке Z-12 зоны 23. Код от данной ячейки должен быть известен всему руководству зоны 23. Для работы с объектом требуется допуск не менее третьего уровня. Код от сейфовой ячейки следует менять один раз в неделю. Описание. На сегодняшний день на содержании фонда находится 7 образцов SCP-528. Объект представляется в небольших красных пластиковых упаковках. Идентичных по виду упаковкам от жвачки для рук производством компании Silly Putty. Вместо логотипа компании на упаковке написано слово «фабрика». Судя по данным анализов, SCP-528 является неорганическим полимером на 65% состоящим из диметилсилоксана полимера борной кислоты с гидроксильными концевыми группами. На 17% из кремнезема, кристаллического кварца. На 9% из сынксатрол-СТ, производный кастрового масла. На 4% из полидиметилсилоксана. На 1% из дикаметилциклопентамсилоксана. На 1% из глицерина. И на 1% из диоксина титана. Этот состав имеет значительное сходство с обычной жвачкой для рук. Но по свойствам SCP-528 значительно отличается от неё. Материал объекта обладает идеальной прочностью на разрыв. Хотя проделать в нём вмятины и даже прорезы, судя по данным опытов, возможно. Мячик, сплетённый из SCP-528, отскакивает от пола на высоту вдвое большую, чем обычный мячик из жвачки для рук при тех же условиях. Главное отличие SCP-528 в том, что объект обладает свойством копировать любую фотографию, на которой изображён человек, вне зависимости от того, каким методом она сделана. Объект может копировать изображение с фотобумаги, обычной бумаги, даже с экранов, телевизоров и компьютеров. Нанесённое на SCP-528 изображение можно снять, только скатав объект в мячик или обработав его растворителем. Все манипуляции с содержащей изображение SCP-528 отражаются и на запечатлённом на фотографии человеке, что, как правило, приводит к его гибели. Опыт 1. SCP-528 нанесён на фотографию D528-1. К SCP-528 приложено усилие, от которого рука на изображение вытянулась. D528-1 кричит от боли. При этом его рука растягивается на 2,5 см на каждый см, на который растянута фотография. На рентгеновских снимках высокого разрешения видно, что мягкие ткани и кости руки D528-1 данные удалены. После того, как фотография была растянута примерно на 12,5 см, в изображении появился разрыв. Рука D528-1 бескровно отделилась от тела в том же месте. Тальнейшие исследования показали, что рука D528-1 более не была подвержена воздействию объекта, хотя всё остальное тело по-прежнему было растяжимым. Опыт второй. SCP-528 с фотографии D528-1 протирают растворителем с целью стереть изображение. По мере стирания фотографии исчезает и соответствующая часть тела D528-1. После исчезновения грудной клетки D528-1 не подаёт признаков жизни. После этого всякое воздействие SCP-528 на D528-1 прекращается. Дальнейшая очистка проходит без инцидентов. Опыт третий. SCP-528 нанесён на фотографию D528-2. Затем SCP-528 скатывается в мячик так, чтобы изображение D528-2 оказалось внутри. D528-2 скручивается аналогичным образом, однако его кости не ломаются, и подопытный кричит всё время, пока его голова не вминается в живот. После этого подопытный, судя по всему, задохнулся, так как воздействие SCP-528 на D528-2 прекратилось. После того, как мячик развернули обратно в лист, изображение D528-2 на его поверхности не оказалось. Опыт четвёртый. SCP-528 нанесён на фотографию D528-3. Затем SCP-528 погружает в кипящую воду. Примерно через пять минут изображение D528-3 на SCP-528 начинает деформироваться и течь. D528-3 сообразным образом деформируется и кричит от боли. Кости и мягкие ткани провисают примерно одинаково. Опыт был завершён, когда нос подопытного натёк на его живот, на его же рот, перекрыв ему возможность дыхания, что и привело к летальному исходу. Примечание. Одежда на фотографии переносится на SCP-528, но объект не оказывает на одежду никакого воздействия. Продолжение следует... Продолжение следует...